Четыре сбитых пешехода это только за сутки. Статистика по авариям в этом году идет на рекорды. Подробности далее. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. В Кирове за сутки сбили четверых пешеходов. Только одно ДТП произошло во дворе дома. Остальные случились на зебрах. Водители не заметили пешеходов. Двоих пострадавших пришлось госпитализировать. С начала года в области произошло 430 ДТП с участием пешеходов. Сотрудники ГИБДД советуют переходить дорогу, сняв капюшон, а также смотреть по сторонам. Министр энергетики России Александр Новак призвал обратить внимание на подготовку к осенне-зимнему периоду в Кировской области и еще восьми регионах. Энергетики нашего региона не подтвердили готовность своих объектов к морозам. По словам министра, в основном это небольшие организации. Первое заседание по уголовному делу о хищении 35 миллионов рублей в электронном проездном состоится 20 ноября. Рассматривать его будут в Первомайском районном суде. Известно, что интересы обвиняемых будут защищать в том числе адвокат Елена Фарафонова. Обвиняемые по делу Дмитрий Никулин, Анатолий Ганьба, Александр Рыболовлев и Олег Чичибабин дали признательные показания во время следствия. Новая 25-я школа в Чистых прудах готовится к итоговой проверке. Строительные работы практически завершены. Сейчас заканчивается благоустройство территории. Начата уборка помещений. Оборудование будет поставлено до 25 декабря. После сдачи школы в эксплуатацию начнется процедура передачи здания в городскую казну.